Итак, всем привет, с вами Довгай, и мы продолжаем играть за Германию в World of Blaze И в прошлой серии мы начали войну Войну, которая решит, где же наша Германия будет находиться в этом мире Высадка очень опасная, но при этом очень на данный момент успешная Может просто перевернуть положение вещей в мире Без Америки, без Британии Буквально не останется никого, кто мог бы представлять нам угрозу Останется лишь Советский Союз на Востоке Но он все еще борется с внутренними проблемами Так что до него еще далеко Тем временем потихоньку-потихоньку доходят дополнительные силы нашей армии Все больше и больше достигают берегов Скоро наши войска пойдут в атаку на Канаду Дополнительно моторизованные дивизии СС поедут через Канаду в сердце Америки Также окружая основные боевые силы Америки Большая часть расположена именно здесь на границе Кроме того, американцы также попытались сделать какие-то действия в Северной Африке Но, как вы видите, они просто потеряли там людей В том числе они пытаются что-то сделать в Центральной и, я так полагаю, Южной Африке Но итальянцы достаточно удивительно Но при этом все еще успешно Продолжают наступление И, я думаю, в один момент они вполне себе покорят всю Африку Помогают им в этом испанцы и португальцы И США находятся уже в тяжелой позиции Мы потихоньку промышленность их собираем себе В войне США у нас на самом деле больше заводов, чем у США, представляете? Такое редко бывает И наши дипломаты уже ведут переговоры с нашим, так сказать, союзником с Японией Там недавно сменилась фракция правительства Теперь именно морские силы диктуют, что страна будет делать И уже недалеко до той даты, когда они будут атаковать США Потому что США сейчас выглядит уж очень-очень грустно Я бы сказал, вообще ситуация получилась интересная Вполне себе похожа на альтернативную историю Другой вопрос в том, что вряд ли бы немцы смогли пересечь океан Вряд ли бы они смогли закрепиться в Северной Америке И вряд ли бы они смогли туда так свободно подвозить припасы, оружие, танки и самолеты Но в нашей вселенной это возможно И в нашей вселенной мы покорим США Поехали Со временем наши танки в Ближнем Востоке полностью ликвидировали французское присутствие И уже готовятся захватывать Саудовскую Аравию А затем, я думаю, они обратят свое внимание и на Ирак Осталось всего 3 дня до начала операции Добиты были последние войска, сопротивляющиеся под Нью-Йорком Танковые войска займут в провинцию А затем пойдут, думаю, добивать аналогичное окружение вот здесь И вот эти войска оказались в еще одном окружении Еще один успех нашего танкового командования в основном Потому что пора данное окружение потихоньку сужать И ликвидировать впоследствии И блин, Ирак хочет вступить к нам в Альянс Но нет, нам это не подойдет Потому что у них здесь права на ресурсы Я не знаю, как это будет работать Проще уже захватить и иметь в прямом своем контроле всю эту нефть Мы, кстати говоря, исследовали тяжелые истребители И теперь делаем вот так И, пожалуй, вот так Теперь у нас пошло производство новых тяжелых истребителей Из старых ударных бомбардировщиков А им на замену приходят наши новые ударные Собственно говоря, бомбардировщики Штуки, ну, джул-88 Первый еще, ну, такой приятный просто Но вот второй, 23 граунд-атаки Через 2 месяца мы их будем производить очень-очень массово Они, в принципе, даже чуть лучше наших штук При этом не сильно-то и дороже Что приятно Нужно еще также будет параллельно исследовать Начинать кокевульфы Потому что какой-то лучше на них переходить И мы обязательно апнем вот здесь вот наши тяжелые истребители Кстати говоря Я так понимаю, это тоже какая-то версия Какого-то из самолетов Потому что видите, здесь они все меняются Но надо будет это делать Надо будет апаться Здесь просто 112 эр-атаки Это очень много И параллельно будем еще все остальное докачивать И вот мы добиваем полностью это окружение И наши войска выходят на новые территории На новые позиции И тем временем наши танки подошли на все свои позиции нужные Мы можем начинать операцию по захвату ближневосточной нефти Кстати говоря, нефть у нас в принципе уже на таком неплохом уровне Мы производим просто сами по себе 10 тысяч с нефтеперерабатывающих заводов Также где-то, я так полагаю Ну, тысячи три Наверное, три Где-то мы получаем Тоже из того, что мы добываем То есть это румынская Нет, это даже не румынская нефть еще Верно, верно Румынской нефти-то еще даже и нету Мы еще только получим в будущем Так что да, с нефтью у нас все неплохо А еще наши прекрасные дипломаты добились невероятного Мы получили проход Точнее, получили возможность заправлять наши корабли в Перу, в Венесуэле И таким образом мы можем просто уничтожать американскую экономику Уничтожать любые американские морские пути На выходе из Панамского канала Я считаю, это должно американцам просто, ну, все обломать Причем очень сильно Не все корабли сейчас на Востоке Перебросить сюда корабли будет очень долго И мы потом можем ими еще немножко манипулировать здесь И скоро вообще, я так полагаю, японцы должны нанести удар Так что, ну, все хуже и хуже дела Здесь мы вообще беспрепятственно заходим Здесь нету войск Здесь мы сейчас перегруппировались немножко Восполним наши дивизии Наберем планирование И начнем новую стадию атаки Здесь же мы не останавливаемся Потому что войск здесь тоже нету Это мы, по-моему, можем позвать Ирак Так, да, нам это уже не интересно И мы здесь вот ликвидировали полностью окружение Давайте посмотрим на потери Ух, это солидные потери Ух, почти 2 миллиона американцев погибло Защищаясь от наших атак Что только должно им сказать, что это бессмысленно Просдаваться Просдаваться? Ну, пока что они этого, конечно, не хотят Придется их заставить А у нас тут куча опыта еще Авиационного пришло И я подумал, почему бы наши истребители не прокачать У нас они еще будут где-то год строиться У нас на них 100 заводов военных Почему бы нет? Это стоит всего 18 опыта Что подводит меня на мысль о том, что я должен был делать это Ну, немного чаще В самом-то деле И я предполагаю, что то же самое надо сделать со штуками Да, так есть Давайте сделаем здесь то же самое Тоже обыкачаем по максимуму все У нас на все это есть опыт А штуки, кстати говоря, как вы можете видеть Качается намного дороже Сейчас я вам объясню, почему Потому что здесь то мы выбрали как раз таки Скидку на истребители Я начинаю думать о том, что Так делать стоит для буквально каждого тира То есть ставишь там за опыт И потом за 17 всего лишь опыта Качаешь каждый из своих истребителей Это вполне себе выглядит выгодно Ну и пора нам начинать атаку Будем потихоньку выкроить какие-то дивизии Не сильно спешить, но и не тормозить Вот таким образом сейчас один механ окружим Другой механ окружим туда-сюда И в принципе, я думаю Вообще можно будет нажать вот так Причем бы нет Что насчет тебя Давайте сделаем вот так И здесь аналогично Пускай аккуратненько они атакуют А так как началась уже полноценная атака То мы также нажимаем на наши прекрасные дополнительные кнопочки Плюс здесь атаки сюда И плюс здесь атаки еще сверху вот сюда На всего лишь 14 дней, ну как есть И вот наши войска уже под Вашингтоном Стоит наверное перебросить еще дополнительную авиацию куда-нибудь сюда У нас вот здесь вот есть авиабаза как раз таки Давайте вот так и сделаем Там еще кто-то есть, но они уйдут я думаю После того как мы туда долетим А здесь пока что есть, но можно Пожалуй сделать вот так Все-таки мы потихоньку движемся на юг И мы взяли Вашингтон Если на этот счет ивент Да, падение Вашингтона О, полетают над небом Реактивные стрессы, которых у нас еще нет Ну что ж, да И в Афин СС Нас говорят, что занимают Но нет, наши в Афин СС находятся чуть севернее Они в данный момент окружают Американское скопление войск И да Германская военная машина действительно Повергает Америку в полный крах И знаете, что нам надо еще будет делать вот так, наверное Дело вот в чем Я хочу в своей пехоте уже сделать вот такое вот снабжение И это на данный момент немножко дороговато Но Я думаю, это уже стоит делать И возможно я им тоже выдам какие-нибудь еще здесь машинки Посмотрим Ближе к Советскому Союзу нужно будет еще посмотреть тоже Что у нас здесь по Соплоюзу Насколько мы сможем на востоке это все Снабжать И тем временем наши войска вот здесь вот уже объединяют Так сказать Снабжение Скоро как-то же демо перестроим Уже не будет поступать еще и вот отсюда От Чигага Давайте включаем эти все пункты снабжения Потому что мы достаточно быстро Атакуем из этого не успеваем снабжаться на самом деле И да, мы буквально вот здесь вот добьем это сопротивление И больше никого не останется И Хоть там еще есть какие-то 80 дивизий Ну, видимо, большая часть где-то, не знаю, здесь И здесь их недостаточно Так что да, вопрос времени Мы точно откладываем До следующего года нападения на Советский Союз Это уже определенно Мы не успеем К началу лета, да Здесь все закончится Точнее, к концу лета Так что У нас новый таймер До, я бы сказал, где-то мая 42-го года Мы должны закончить полностью с союзниками Причем Затаймить это так Чтобы мы начали вот эту войну И одновременно с этим закончили эту По той причине Чтобы у меня экономика не Сделала прикол Из-за военных вот этих вот облигаций С другой стороны Мы можем их перезапустить Не знаю Но скорее всего этого не стоит А у нас прибыли еще Дополнительные танки Причем Только я не вижу Ясно Я понял, почему я не вижу остальных танков Но ладно Потому что Будет немного забавно Довозить остальные Но Ладно Видимо, они немножко решили Ослушаться приказа Тем не менее Мы достаточно успешно Продолжаем Атаковать И занимать дополнительные провинции И надо понимать Что каждый новый стейт Который мы занимаем Бьет по Экономике штатов И причем Ну, солидно бьет Вся военная преимущественность Я думаю Средоточен на востоке Да, так и есть Видите 80 здесь 70 здесь А здесь всего лишь пыль То есть мы буквально захватываем Их заводы военные Через некоторое время Они у них просто закончатся И у нас тут немножко Больше Стало теперь Кораблей Для разминирования И мы их отправляем Еще дальше Здесь мы почти закончили С минами Пора разминировать Средиземное море И готовить туда выстки Попозже А наши танки тем временем Ну, достаточно медленно Справляются с Саудовской Аравией Это удивительно Стоит, возможно Побольше Приказов Вот таких вот сделать А еще мы начали следовать Прекраснейший танк Тигр-1 Американцы здесь По нашим Растенувшимся линиям Начинают контратаку Что намекает То Стоит эти линии Немножко сузить Да У нас тем временем Здесь вот танки Очень активно Начинают продвигаться У них здесь Потому что нету дивизии Надо немножко Пересмотреть То, как мы здесь Все делаем У них, кстати говоря Появились танки И появились Механизированные дивизии Надо, да Действительно Немножко аккуратнее Сыграть Я думаю И как-то вот так Перевести наши войска И также Не забываем Улучшить наши новые Тяжелые штурмовики Точнее как Тяжелые Ударные бомбардировщики Это не тяжелый штурмовик Надо говорить правильно У нас есть Потому что и тяжелые штурмовики Но просто Есть штуки Штурмовики И это в принципе тоже Штука Только немножко другая Так сказать Так что Давайте их тоже Производить Здесь мы Сейчас из нашего запаса Производим себе Истребители тяжелые И мы Вот эти горы Тоже успешно Почти что окружили Я думаю Мы сейчас вот так вот Сделаем Буквально чуть-чуть Нам как-то надо Что-то сделать Будет сейчас И мы вполне себе Сможем успешно Тоже ликвидировать Эту оккупировку войск Немаленькую Я бы сказал Немаленькую Здесь потихоньку Мы тоже Потягиваем Наши войска В целом Вроде Уходит неплохо И вот Ну-ка Чуть-чуть Нам еще надо успеть Буквально Танк Чтоб доехал сюда Не хочу Хотят они нам Конечно Это дать Но Вроде как Вроде как Мы успешны Вот здесь Вот только Нас сейчас задушат Я чувствую Да Эх Не дают нам Спокойно Взять и окружить Их Черт А вот и Подкрепление Наконец-таки Доехало На манпавера Мы только отдаем На самом деле Просто безумно много Давайте посмотрим Просто Сюда Слушайте За год 35 тысяч Манпавера Нормально Я желал Что будет хуже На самом деле Очень даже Нормально 35 тысяч За год Можно Можно жить с этим Можно было бы Еще попросить Манпавера У Наших ребят Но Не хотят Немного давать Видимо считают Что у нас достаточно Манпавера Нет Это мало Мало Видите Даже здесь напишет Что мало Возможно придется Делать вот так Но я конечно Не хочу этого Как-то сделать И Достаточно быстро Уже в августе Япония Также нападает На США Что ж Россия сохранит Как говорится Ну а мы Потихоньку Потихоньку Шаг за шагом Продвигаемся К сердцу Америки Но На самом деле Сердце было на востоке И мы его потихоньку Захватываем И слушайте Тут Так развеялись События Что Индия Которая вышла Из-под Британии После атаки Я так понимаю Японии А у нее был Таиланд В Альянсе Получается Такая вот ситуация В итоге Индия зашла В США В Альянс США Любопытная ситуация Ну что ж Окей А тем временем Японцы Вы вообще там планируете Как-то высаживаться Вроде да Будем надеяться Что они очень активно Сейчас все позахватывают Потому что Ну нам это нужно И пока мы тут Продвигаемся В Северной Африке На западе Здесь вот тоже Очень успешно У нас операция проходит Очередное окружение Тут 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 были небольшие Уже Два с половиной Миллиона потерь У Америки У нас конечно Восемьсот тысяч То есть Мы по-моему Начинали где-то С тремя сотнями тысяч Уже почти Пять сотен тысяч Правых немцев Погибло На американском континенте Примерно Ну Еще возможно Какие-то В Африке Какие-то Здесь Но Это меньшее числа А итальянцы Залии Проебали Как бы Ну Ливию Да Ну Ну бывает Ладно Зато здесь Не все так плохо Но конечно С ситуациям Да А зато сюда Я так полагаю Американцы что-то отправляют И скорее всего Теряют Потому что Хотя нет Они уже не могут Сюда ничего отправлять В теории Да Они должны Здесь просто Загорать По снабжению А мы Спешим Саудовскую Аравию Капитулировать Заставить Чтобы пойти Атаковать Собственно говоря Ирак Нам осталось Не так много До него До того Как КБ Закончится Так что Надо поспешить Конечно И наконец-то Эти ребята Капитулировали Здесь Кстати говоря Индия Успела Приплыть Что ли Да Реально Давайте Разберемся С этим Это не нормально Все дивизии Танковые Вот сюда Сейчас поедут Резко Добьют Здесь Индию А потом Пойдут Ирак Забирать И кстати говоря А мы можем Открыть здесь Нефть Такой вот Вопрос Нет Нет Нельзя Так взять Просто И открыть Нефть К сожалению Просто Дело в том Что Американцы Могут делать По-моему Решение И получить Здесь кучу Нефти Да Мы так Не можем К сожалению Да Это Сила Демократии Но Надо будет Разобраться Еще с Ираком Здесь тоже Куча нефти И возможно Потом с Ираном У нас на это Все есть Фокус А Разобравшись Еще с ними Мы потом Сможем Сделать Утематом Турции И на Советском Союзе Окажется В полной Блокаде И ликвидировали Вот здесь вот Сопротивление Сейчас будем Заниматься Ираком Единственное У нас с конвойами Оказались Некоторые проблемы Поэтому Мы резко Перестраиваем Нашу Так сказать Морскую Военную Промышленность На Именно Конвоя И Пожалуй Еще я Линдлису всех запросил Тоже Должно помочь Передали мы Фокевольфы И начинаем На них Потихоньку Переводить Нашу Промышленность Плюс у нас Есть новый Панзер 4G Но тут Есть такой мем У нас Видите 3L Сейчас с обычной Пушкой А4 С Так сказать Противопехотной Сейчас происходит Обратно Так что Я поменяю Производство Когда мы Исследуем Третий С Противопехотной И в этот же Момент Мы немножко Переназначим Заводы И все Движемся мы На запад Я бы сказал Большую часть Промышленности Мы забрали Они начинают Уже новую Достраивать Здесь вот Но Большая часть Есть И скоро Мы выйдем Еще к нефтяным Месторождениям Как раз таки Америки И наша нефть Точно поплывет Рекой к нам И мы вообще Можем полностью Отказаться В этот момент Я думаю От импорта Из Собственно Грязь Советского Союза Мы пока что Все еще Немножко У них покупаем Ну как Немножко По сравнению С тем Сколько мы Уже Производим Синтетики И у нас Господи Очень много И я чувствую По ходу Этой войны Что Мы реально Скоро Упремся Именно в Мэн Пауэр Промышленность У нас Просто Бесконечная А вот Мэн Пауэр Собственно Говоря Конечный Поэтому Да Я чувствую К Советскому Союзу Мы потеряем Уже Очень много Людей Мы уже Потеряли Миллион Да Конечно США Потеряли Три И Они продолжают Терять больше Чем мы Так что Ну Они все хуже И хуже Обороняются Хотя Вместе с этим Спавнят себе Механ Откуда-то Я подозреваю Что Ишка Как обычно На читах Но Ничего особенного С этим нету Я бы так сказал Но Все равно Тяжко Тяжковато Я думаю Нам предсто Где-то вот столько Как минимум По захватывать Ну и здесь Тоже Нужно реально Дойти до Вот этого города Будет Скорее всего И Японцы Наконец-таки Взяли Манилу Достаточно долго Они этим занимались Но хотя бы взяли Надеюсь Они сейчас Вот сюда Повысаживаются И Блин Ну Надеюсь Они что-то Делают И справятся Потому что Очень Напряженно Все выглядит И Вот Рак Наконец-таки Капитулировал Параллельно Оставляю тут Территорию Свободной Франции Которую он Позахватывал Но мы сейчас Их заново Перезахватим И На Йемен Я как забыли Делал Но он уже прошел А вот На Аман Сейчас мы захватим И По-моему Теперь будет доступен Фокус Да На Иран Отлично Так что мы сейчас Сделаем вот этот На танковые доктриты Потом на Иран А затем Вот это у нас Есть тоже Мы сможем После этого Убрать Все вот этот А нет Мы добавим Все больше влияния Добавим Все дополнительные Очень приятные Бафы И В теории Мы потом сможем Вот это вот Тоже убрать И Абвер избавится Он очень нам Душит нашу разведку Это мой Нормальный план И с новым фокусом Мы докачиваем Наконец-таки Наши доктрины Идем Наверное Мы вот сюда Если буквально Вот сюда Еще вкачать И вот сюда Трили Все в сумме Доктрины Подождите Нет Две всего доктрины Здесь уже вкачано Все Окей Две доктрины Вот сюда И мы фул Выкачали Насемную доктрину С авиацией Тоже почти то же самое Только стратегии Осталось выкачать С морем Ну Важно Тихий мы взяли В теории Можно было подлоски Богочнуть Но у нас и так Все с ними окей Типа Взял вот И ушел корабль И Таким образом Мне окей Должно хватать В целом И пока мы продолжаем Тут наше нелегкое дело Из Индии Капитулировала Японцы Неплохо Высаживаются Я бы сказал Успехи у них Определенно есть И меня это Несомненно радует Хотя Ситуация Она все еще Ну Не слишком веселая Сашка все еще Коммен павера Очень Конечно Американцы Вон уже скоро 4 миллиона Потеряют Но Все равно сложно Они уже досыпятся Очень сильно Им не хватает Ни людей Ни снаряжения У них Заводов остается Всего 98 В принципе Почти вся промышленность Америки Подчинена Теперь нам Но все равно Тяжело Все равно тяжело Вот и панзер 3Н Есть И у нас Бонус 80% Есть на панзер 2D Давайте Наверное Его сразу И начнем Исследовать Хотя хочется Еще и панзер 4Н Но давайте Сразу Вот сюда И с новыми Пантерами Мы давайте Делаем Вот эти модели Старыми F Так Что-то у нас Еще есть О да G и N У нас Самые современные Вот это тоже Устаревает Это у нас Тоже старая На самом деле Это 2D Ой Окей Окей И немножко Переназначаем Теперь Здесь наш танки О У нас Субер Фридстот И хоть это Конечно Невероятно Неприятно Наверное Для Германии Но теперь У нас есть Наш новый Советник Шпир И сейчас Мы будем Делать этот Фокус И получать Скидку На все Танки 5% И на все Самолеты 5% Супер Итак Иран Давайте-ка Ультиматум Тоже отправляем Ирану Нам надо Присоединиться Отлично Теперь Ресурсы Нефтяные Становятся нашими Советское топливо Нам больше Вообще Не нужно Нефть у нас Просто Огромное Количество Еще и мы Захватываем Вместе с этим Параллельно Техасские Месторождения Нефти Скоро Вся Вообще Нефтянапровок Сэша Станет Нашей И у нас Правляются Тигры Первые Супер Тихонько Я думаю Выходить Куда-то дальше По танкам В принципе Нам что Еще надо Нам нужны Кстати Штуги Мы Уже Следуем Вот Здесь Вот Есть Штуги Тоже На основе Четвертой Собственно Говоря Нашей По его единице Панзера Четыре И у них Неплохо Пирсинг Но Слушайте Если сравнить Этот пирсинг Вот С этими Ну Как бы Обязательно Говоря Здесь Конечно Намного Лучше Теста Двенадцать Если сравнить Это Допустим С Фердинандами Которым Мы Скоро Получим Тоже Ну Блин Фердинанды Очень дорогие Честно говоря Здесь Еще Штугер Эмил Тоже Двести Теннадцать Пирсинга Сорок Одно То есть Ну В целом Наш Орон Выглядит Самым Таким Нормальным Вариантом Броня у него Мало Но Объективно Говоря Они Будут Так Ну И так Броня Будет Маловато И так Нас Скорее Будут Пробивать Вот Оно Да Понимаю А нет Просто 50 Танков Мы получили Тяжелых Окей Либо 50 Фердинандов Мы получили Не очень Понятно Как вы Можете Видеть Логистикой У нас Есть Некоторые Проблемы Однозначно Нужно Немножко Переставить Наши Заводы Вот Здесь Вот Однозначно Опять Начинаем Новое Действие На Ближнем Востоке Оманут Сразу Захватываем И скоро Потом Пойдем На Йемен Ох Эта Война Конечно Очень Тяжелым Временем Ложится На Нас Мы Уже Почти Что Не Сверли Всю Американскую Промышность Весь Восток Мы Захватили Центр В Канаде Тут Тоже У нас Есть Некоторые Успехи Но Вообще Я бы Прошел Америку Добить Первый Канада Там Дальше Сама Капиталирует Тем Не Менее Везде Везде Мы встречаем Жестокое Сопротивление Уже Здесь Начались Горы Так Что Я Ожидаю Что Надо Будет Пройти Как-то Севера Побольше Здесь Все Еще Очень Много Процентов Надо Дозахватить Так Что Я Ожидаю Что Мы Буквально Реально Все Американские Штаты Должны Будем Покорить С Британией Кажется Чуть Попроще Мы Должны Просто Дойти До Ванкувера Я думаю И плюс Минус Будет Декапитуляция Тем более Что Здесь Я Заботился И Все Захватывал Вот Эти Ребята Сейчас Здесь Все Красят Очень Немного На Этом Теряют Очень Много Мы Здесь Теряем Мы По Логистике В Некоторых Минусах Да Мы Кое Как Восстановиться Кстати Говоря ПВО нам Так Много Наверное Все Так Не Нужно Но Вот В Основном В Остальном У Нас Конечно Да Ситуация Тяжелая Тяжелая Тем Не Менее Мы Потихоньку Справляемся Ой Мы Наконец Можно Пригласить Румынию В Наш Ленс Неужели Я Даже Несколько Устал Ждать Но Наконец Мы Это Смогли Сделать И Мы Думаю Теперь Туда Каких То Поиск Отправим Давайте Вот Это Туда Отправим Пускай Защищают Ну Так На всякий Случай Ой Смотрите У нас тут Договор Гиммлера И Шпира Мы Можем Дать Побольше Производства На СС Ой Это Нам Еще Устало Снизить Кстати Говоря Дело В том Что Если Мы Возьмем Побольше Мы Берем Побольше То Все Новые Дивизи Будут Спавниться Полным Снаряжением А Там В Срок По-моему Третьим Будет По-моему Что-то Вроде Семи Дивизий Пантер Представляете О да Это Очень Сильно Кроме Того Они Сразу Будут Иметь Хороший Ветеранский Статус Так Что Ну Это Реально Очень Сильно Есть У нас Производство Танковое Давайте Вводим Производство Авиации По скидочке Должно У нас Забустится Очень Ростко Производство Это Да Потихоньку Потихоньку Мы Наделаем Нашу Танковую Армию Я думаю Из Под конец У нас Будет Что-то Вроде 2-3 В день Вообще Неплохо Мы Наверное Еще Больше Потом Будем Делать А вот Мы Забрали Аман Супер Сталось Лишь Йемен И Тянет Ближнего Востока Будет Наша Мечта Германии Я думаю Второй Мировой А вот И Подъехал Комитет По Истребителям Можем Сделать Супер Тотальную Мобилизацию Но Я думаю Не стоит У нас Экономика Умрет У нас Так Фабрик Производство Ну Конечно Хотелось бы Факторит Повысить Это даст Нам Безумное Какое-то Количество Плюс 50% Output Плюс Скорость Построек Тоже Безумные Ресурсы ТНП Короче Все Супер Но Экономика У нас Будет уменьшаться На 1% Каждые 12 Дни Сейчас На 1% Каждые 5 Недель То есть Вы понимаете Насколько Быстро Мы Сгорим Просто А нам Еще Советским Союзом Воевать У нас 38% Наша Усталость Экономики Просто Превосходна У нас Еще Целый Мир В запасе На то Чтобы Улучшить Нашу Экономику Просто Посмотрите На вот Это Я так Понимаю Мы на 40% Что ли Улучшим Нашу Экономику Просто Поэксплуатировав Восточные Побережья США Так что Да И Судя Потому Что у нас Опять таки Нападать В конце Лета Я бы Не сильно Хотел Так что Я подозреваю Наступление Откладывается К сожалению Еще На один Год Но я думаю На это Можно подзавершить Серию В следующей серии Мы уже Добьем Союзников И будем Готовиться К Войне С Советским Союзом Кроме того Я думаю Мы все таки Закончим Войну Чтобы Эти банды Как бы Обновить И Кроме того У нас Вот эти все Резкомиссариаты Смогут Подожимать Вот эти два фокуса Здесь 210 дней Но в целом Это нормальное Количество Дней Потому что Мы будем Реально ждать Почти что год Чтобы напасть Мы за это время Настроим себе Тигров У нас они уже По одному в день Как я и сказал Где-то у нас По два в день Будет Ну мы еще добавим Война слоунов Может будет побольше Очень они дорогие Но должны быть Они очень сильные Просто вот Я так примерился Немножко Как у нас будет Выглядеть дивизия С тиграми И Ну да Это Это выглядит шикарно Это выглядит шикарно 700 750 атака 590 защита Тысяча прорыв То есть Ну это Это просто шикарно И потихоньку У нас тоже подходят Пантеры Так что да Мы реально перевооружимся У нас авиация Переходит потихоньку На фокебульфов Я бы даже сказал Знаете что Я тут все Ожалел Не спешил Поехали вот так Играем По крупному Я считаю Выходим уже Вот этих фокебульфов Потом пойдем еще дальше В общем то да Мы играем по крупному И мы победим А с вами Репетпултопг Подписывайтесь Если вы вдруг не подписаны Лайки, комментарии Все как обычно И до скорых встреч Пока